Протесты нон-стоп идут в Кишиневе уже почти три недели. Палатки в центре, митинги и сжигание счетов за газ и электричество. Люди круглосуточно требуют отставки нынешней власти. И с каждой недели число протестующих только увеличивается. Поддерживают ли жители Кагаузии протесты в столице и верят ли в то, что благодаря митингам ситуация в стране может измениться. Я думаю, что ничего не изменится. Как разгоняли людей, так и будут разгонять. От этого ничего не изменится. Если там поставили две-три палатки, это не означает, что это как-то повлияет на власть. Если выходить, так выходите вместе. Так, чтобы об этом все увидели и услышали. Сто процентов ничего не изменят. Почему? Ну, потому что правительство на своей волне, люди на своей волне. Потому что не считаю их эффективными. Я думаю, правительство и так видит, что надо делать, но не делает. Нет, потому что нас никто не слышит. Мы не услышаны никем. Если постараются люди, должно что-то измениться. Может быть, добьются с этим митингом. Будет хорошо. Знаю, изменят или нет. Откуда я могу знать? Очень сомневаюсь при нынешнем президенте. Нужно все-таки принять то, что вот свое поражение, неумение вести, функцию, свой долг перед народом своим. Наверное, нам нужно просто задуматься, на своем ли месте. Лично вы готовы поехать? Конечно. Мне кажется, каждый готов поехать. Просто надо организовать. Тут должен быть лидер какой-то, чтобы объяснил людям, чтобы вел за собой людей. И тогда может что-то изменится, но... Протесты, да? Поедем, поддержим. Разницы никакой не будет. Если мы здесь будем это делать и там. Жалко и людей, чтобы и шли на парламент как-то бороться за это. Но мне кажется, что она должна понять, моя Санду, что народ страдает. Эти протесты не помогут ничего, пока не подумится весь народ. Просто людям, вот сейчас через месяц, люди сразу поймут, что им нужно делать. Почему? Потому что будет холода. Пока. 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 Продолжение следует...